Всем привет! Вы на канале Йоркширский Триер Бонни и сегодня мы вам расскажем, что нужно для появления щенка в доме. Первое, что вам понадобится, это корм, которым кормил щенка заводчик. Сразу переводить на другой корм, это миски, они бывают абсолютно разные. Вам понадобятся сначала две штуки для корма и для воды. И берите сразу для воды побольше, а для корма поменьше. Потому что когда я взяла вот две одинаковых, собаке не хватало воды, приходилось постоянно подливать, это вообще неудобно. Советую керамические, потому что они тяжелые и это безопасный материал. Щенок будет сначала играть с мисками, скорее всего. И вот, например, у таких вот, где вообще ничего даже не прорезинено, это, во-первых, грохот, а во-вторых, вода постоянно будет разлита. Такие миски двойные, это тоже неудобно, потому что вода в одной миске постоянно будет мешать. Вот такая миска, у нее прорезиненные ножки такие, это уже более-менее нормально. Миски из нержавеющей стали, вот здесь тоже дно прорезиненное, такие тоже можно брать. Также существуют всякие автоматические поилки-кормушки. Поилка, да, это удобно. А кормушка, ну, мне лично не понравилась. Вообще, моей собаке нравится больше всего есть из неглубоких мисок, вот, например, как блюдце и вот такая мисочка. И щенку, мне кажется, тоже будет очень удобно есть из плоских достаточно мисок. Вот такие тоже подходят, они неглубокие на самом деле. Также приобретите коврик под миски, чтобы не было вокруг грязи. И если щенок расплескивает воду, то лучше сразу берите под нос, потому что коврик от этого мало спасает. Также щенку понадобится спальное место. Как только Боня вошла в нашу квартиру первый раз, маленькая, она заползла вот в эту лежаночку и там заснула сразу. Также щенку надо какой-нибудь вот такой вот маленький домик, чтобы он там чувствовал себя уютно. И мне кажется, для щенка вообще очень миленько будет вот такая вот какая-нибудь колыбелька. Ну, и также всякие вот обычные лежанки тоже подойдут. Бонька их тоже любит не меньше. Но чаще всего спит она, конечно, вот в этой колыбельке, потому что она очень мягкая. Надо биться шампунь для щенков и какая-нибудь обычная расческа. Также купите когтерез и зубную щетку, чтобы щенок привыкал к этим предметам, потому что иначе потом будет сложно приучить. Просто давайте нюхать, ну и так далее. Паста зубная вам точно не понадобится, потому что эти зубы щенка все равно выпадут. Переноска. Мне кажется, вам обязательно пригодится вот такой вот пластиковый контейнер. И также купите какую-нибудь сумку, ну, либо на плечо, которое вешается, чтобы голова собаки торчала. Либо же вот такой слинг. Но мне удобнее всего вот такой вот тряпичный слинг. Это просто незаменимая вещь теперь у меня. Потому что, например, вот в этих сумках у меня, например, собака душится. И вот даже в этой красной, а в этом слинге нет. Игрушки. У щенка обязательно должно быть много игрушек. Особенно, когда у него будут резаться зубки. Это должны быть специальные игрушки, чтобы щенок не портил мебель. У Боньки любимая игрушка с детства. Это вот такой заяц. Она и сейчас с ним засыпает и сосет его, как соску. Он весь обзлюнявленный. Латексные игрушки. Ну, щенка, мне кажется, и мягкие хорошо. И латексные, только из мягкого латекса. Для прорезывания зубов. Ну, опыт стейджи специальные. Есть какие-то там серии. Например, вот такая игрушка. Ее надо намочить водой и положить в морозилку. И будет приятно деснам. Канатики. Сальные вот какие-то игрушки для щенков. Тут пупырышки. И вот косточки. Для прорезывания зубов. Мягкую игрушку, латексную. Мячики всякие. Пеленки. Много пеленок. Можно взять многоразовую. Лишней не будет. И не многоразовые. Есть дешевые для животных. Есть дорогие для животных. Но я сюда не все, конечно, вытащила. Ну, вот, например. Такие вот. И вот такие. Они клеются к полу. И отодрать это потом вообще невозможно. Поэтому они мне вообще не понравились. Для детей. Хорошие вот пеленки. Для животных тоже вот хорошие. Чаще всего мы берем вот такие просто. Для детей. И сейчас стали брать 60 на 60. Это гораздо удобней. Амуниция. Говорят, что с щенком нужно гулять на поводке, чтобы он был послушный. Но мне это было неудобно. Я гуляла на рулетке. Если у вас щенок маленькой породы, то возьмите лучше сначала на тросе. Потому что Бонька не могла тянуть ленту, когда была маленькая. Также говорят, что от шлейки будут кривые лапы, если в детстве гулять на шлейке. И надо гулять на ошейнике. Я не могла представить, как на такого маленького хрупкого комочка можно одеть ошейник, так еще и тянуть. Мне было-то ее страшно на руки лишний раз брать. Я гуляла на шлейке. Все у нас прекрасно. Тьфу-тьфу-тьфу. Главное, чтобы шлейка была правильная. Тогда никаких кривых лап не будет. Вот так вот выглядит правильная шлейка. Также рекомендую вам приобрести для щенка вольер. Когда будете уходить из дома, его можно там оставлять. Ну, конечно же, туда воду ему ставить, игрушки, пеленку. И тогда он ничего не сможет погрызть. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!